Президент подписал указ о совершенствовании системы взыскания государственной пошлины и налогообложения лиц, осуществляющих концертно-зрелищную деятельность. Документ был принят в целях создания благоприятной творческой атмосферы для деятелей искусств. В частности, количество рейтинговых групп творческих деятелей, осуществляющих концертно-зрелищную деятельность на основании лицензии, с действующих шести, сокращается до трех. С 1 сентября этого года будет введен новый порядок взыскания государственной пошлины за лицензию на осуществление концертно-зрелищной деятельности. Также от уплаты государственной пошлины освобождаются лица пенсионного возраста с особыми потребностями, а также студенты, обучающиеся в образовательных учреждениях на весь срок обучения. Я чувствую, что мечты, душевные пожелания наших устозов, наставников, которых уже нет, с нами сбываются именно сегодня. Мечты людей — искусство, их чаяние. С учетом того, что произошло, просто не вмещаются в сознание. Чувства переполняют, ведь это то, о чем мы думали и мечтали. Я не могу описать это состояние. Просто подумайте, ведь это такое внимание главы государства, президента, к простому человеку искусства. Это не что иное, как истинная причина к обеспечению человеческого достоинства. Это просто бесценно. Я могу с уверенностью сказать, такого в истории еще не было. Это надо ценить. Нужно понимать, что это значит, что для этого нужно. Нужно творить, работать, не просто петь и играть, а подходить к искусству с научной точки зрения. Для этого президент создал Институт искусства Макома. Кто познает науку и искусство, у того и воспитание будет на месте, культура, поведение. Нам еще предстоит оценить, как мы воспользовались этими возможностями. Отдача не заставит себя ждать. Как это выразится? Появятся новые Комальджон Отаниозов, Отаджон Худой Шикуров, Таваккал Адыров, Тургун Алиматов и еще много других личностей в полном смысле этого слова. Мы гордимся нашим уважаемым президентом. Такие возможности создаются. Нужно хорошенько и осмысленно прочитать каждый пункт указа и работать. Наш президент любит искусство, науку, любит трудолюбие, тех, кто привносит что-то новое. Посмотрите, какие льготы. Когда для нас было такое? Когда студент мог получить лицензию бесплатно? Я повторяю, мы должны теперь работать, и то, что прибиваются ценности Макома, очень важно. Данный указ стал настоящей радостью для всех деятелей культуры. Хочу выразить благодарность главе государства за создаваемые условия в нашей сфере. Совсем недавно мы встречались в Министерстве культуры, где каждый участник высказал свои предложения. И вот за такой короткий срок мы получили ответы на все вопросы. Благодаря указу теперь не только мы, но и молодое поколение может проявить себя в полной мере. Теперь для них открыты новые возможности. Остается только учиться и развиваться в выбранном направлении и посвятить жизнь искусству. Честно говоря, такого еще не было. Мы этого долго ждали, и для нас нет большего счастья. Все принимаемые документы направлены на развитие Узбекистана, и мы должны в полной мере использовать эти возможности. Президент уделяет большое внимание развитию всех отраслей, за что мы безмерно благодарны. В нынешнее время, когда достоинство человека возвеличивается, за подписью руководителя страны выходит указ, который поддерживает деятелей искусства и культуры. Это стало настоящим подарком для любителей творчества. Среди нашего народа есть талантливые молодые люди. Они всегда подходят к нам, к наставникам, за советом. Говорят, что хотят исполнить песню, выйти на большую эстраду, выступать на больших праздниках. Хотят быть известными, но не могут получить лицензию. А для получения лицензии нет и соответствующих средств. Нынешний указ открывает большие возможности для молодежи. Наряду с тем, когда во всех сферах работы кипит, и представителям искусства уделяется отдельное внимание. Подписание указа очень порадовало нас, в связи с чем от имени всех наставников выражаем огромную благодарность нашему президенту. Принят очень значимый указ президента. Для представителей искусства предоставляются очень большие возможности. Скажем, до этого исполнитель, танцовщица, музыкант, диктор ансамбля в год для ведения творческой деятельности платили 45 миллионов сумм за лицензию. Благодаря указу главы нашего государства отныне все исполнители, танцовщицы, музыканты, дикторы смогут спокойно осуществлять свою деятельность, заплатив в год всего 6 миллионов сумм. Это так удобно. Огромное спасибо руководителю страны за такое отношение к представителям сферы искусства. Продолжение следует...